Выросла в халупе, где у нас крысы бегали буквально по нам. У меня до сих пор привычка, я когда засыпаю, я вот так вот с носом закрываюсь одеялом, с руками, с ногами, чтобы крыса не укусила за ногу или за руку. Вот фотографии, это где мы жили. Наркоманский двор, такое криминальное наркоманское гетто, где я росла. По нынешним правилам нашей опеки, я, кстати, хочу отдельно сделать выпуск про то, как работает наша опека сейчас, но сейчас не об этом. Так вот, по нынешним правилам меня бы давным-давно изъяли из семьи, потому что ребенок в таких условиях расти не может и нормальным человеком вырасти как бы не может. Ну, ничего вроде, это, конечно, вопрос спорный. Знаете, в моей юности были такие гопники. Я их очень не любила, ну, вообще, многие их не любили. Песня была еще такая про гопников. Это гопники, они мешают мне жить. Это гопники, гопники, они мешают мне жить. Так вот, мы, продвинутая молодежь, терпеть не могли этих гопников. Но сейчас я хочу сказать спасибо этим гопникам за то, что вот такие фрики не дожили и не доросли до того, чтобы быть советниками нашими по ядерной безопасности, что мы все-таки сохраняем в этом мире некую нормальность. И за сохранность нашего ядерного оружия так не смешно. Но надо, видимо, сказать спасибо тем самым гопникам, о которых мы спели. Там наши святыни, там Киево-Печорская лавра. Это у кого? У Путина поднимется рука на Киево-Печорскую лавру? У Шойгу? Поднимется рука нанести ядерный удар? Я в это не верю. К тому же причина вторая совершенно бессмысленна. Мы что, с Киевом там воюем? С Киевом, который мы взяли в первую неделю? Мы воюем в Запад. Продолжение следует...